Друзья, давайте посмотрим на эту интересную карту. Составляли ее, естественно, не русские люди. Она интернациональна. И показывает она, какое имя пользуется наибольшим успехом или популярностью. Пожалуй, мы согласимся, что когда мы говорим об Испании, то, скорее всего, нам приходит на ум имя Пабло Пикассо. Франция – это, естественно, Наполеон Бонапарт. Италия – без сомнения Леонардо да Винчи. Англия – конечно же, Вильям Шекспир. Но интересно, что на этой карте, с правой стороны, где должна находиться Россия, написано имя не Льва Толстого и не Александра Пушкина, как многим кажется в России, и даже не Владимира Путина, а имя Эммануила Канта. Оказывается, несмотря на желания самих россиян, именно к имени Эммануила Канта обращается больше всего людей во всем мире по количеству ссылок, обращений к мировой литературе, а Эммануил Кант обозначен во всех реестрах как известный россиянин. Вот такая неприятность случилась с Кантом, известным немецким философом. Дело в том, что Эммануил Кант родился в городе Кёнигсберг. И, конечно же, он предположить тогда не мог, что этот город попадет во время Семилетней войны под российскую оккупацию. Известен факт, когда Эммануил Кант писал письмо Елизавете Петровне, надеясь, что новые российские власти будут не хуже немецких. Он, конечно же, ошибался. Письмо даже до нее не дошло. В письме он просил себе место профессора в университете. Период господства Российской империи над Восточной Пруссией, или, сказать проще, российской оккупации, был наименее продуктивным в творчестве Канта. За это время великий философ написал лишь несколько эссе, посвященных землетрясениям. И сразу же после окончания оккупации Кант издал целую серию работ. Если, не дай бог, есть россияне, кому это имя ничего не говорит, я вам объявляю. Это величайший немецкий философ, основатель и родоначальник всей немецкой классической философии. А немецкая философия насчитывает самое большое количество философов в мире. После его смерти образовалось течение, которое стало называться кантианство. Этот человек был не просто философом, он был титаном мысли, занимался метафизикой, естествознаниями, математикой и философией. Уже после российской оккупации в 1770 году, в возрасте 46 лет, это очень молодой возраст для профессора, он получил кафедру профессора логики и метафизики в Кёнигсбергском университете. И до 1797 года, то есть 27 лет, он преподавал в этом университете дисциплины философские, математические и физические. Одной из самых знаменитых книг Канта является критика чистого разума, а также способности к суждению. Он разработал и описал 12 категорий рассудка – единство, множество, цельность, реальность, отрицание, ограничение, причина, следствие, взаимодействие и прочее. Идеи Канта вошли в базовое понимание европейских ценностей. Например, именно Кант выдвинул мысль, что человек – это высшая ценность, человек – самый главный предмет в мире, так как у него есть самосознание. Ну и чем же не угодил великий мыслитель россиянам? Понятное дело, мешает им Кант, потому что ну никак не совпадает мысли Канта с мыслями россиян, особенно современных. Во-первых, нужно сказать, что они, говоря прямым текстом, засрали домик Канта. Там, где он родился, я уже как-то упоминал об этом в своем ролике. Теперь домик Канта выглядит как помойка. Видите, что здесь написано? Кант – лох. Это вот такое отношение у россиян к великому мыслителю. А ну а недавно на родине Канта в городе Калининграде, бывшем Кенигсберге. Кстати, дедушка Калинин там близко в этом городе не был, даже в гостях. Но это не важно, там все так, знаете ли, с ног на голову. Так вот, в городе Калининграде решили переименовать аэропорт. И по несчастью, какой-то чудак выдвинул имя Канта. Ну, видимо, продвинутый. Посмотрел в интернете и сам удивился популярности Канта. Ну и соперницей Канта оказалась сама императрица. И вот когда число голосов за Канта вдруг на 2% превысило число голосов за Екатерину, появились вот такие листовки. Студенты Балтийского федерального университета. Хватит предавать родину. Вы учитесь в стенах, носящих имя врага. А креститесь православные крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед. Кант предал русскую землю, которая приняла его. Так откажитесь от его поганого имени. Требуйте от руководства отказаться от него. Срывайте таблички. Вымарывайте чужое имя из своих документов. Покажите себя русскими людьми, а не выродками, забывшими свое отечество. Позор предателям. Позор Канту. Слава Руси. Вот так вот. Позор Канту. Понимаете, вся жизнь Канта, все его труды и мысли – все это ужасный позор. Эх, ну вот не посчастливилось ему. Родился он в городе, который все-таки перешел русским. И листовками дело не закончилось. Российские патриоты обрили памятник Канта краской, поглумились над его могилой. Вот что написал об этом Игорь Яковенко. Могила сопротивления не оказала, как и ранее памятник, что доказывает превосходство русского духа над европейским разумом. Ну а в заключении глава штаба Балтийского флота, именно там, где были найдены листовки, вице-адмирал Игорь Мухамедшин, выступая перед моряками, дал оценку трудам немецкого философа, заявив, что тот писал какие-то непонятные книги, которые никто из моряков не читал и никогда читать не будет. «Обращаюсь ко всем здесь стоящим, свидетельных против. Там у нас и четыре кандидата претендуют, значит, для того, чтобы аэропорт носил его имя. Вот это Елизавета Петровна, значит, русская императора, небезызвестный какой-то там Эммануил Кант и два полководца. Ну, говоря о Канте, все говорят, Кан, Кан, Оскар, там, еще и все. Это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из них стоящих не читал, никогда и читать не будет. А мы, как люди военные, понимаете, и люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь». Я очень надеюсь, что именем Канта, не дай бог, будет назван этот аэропорт в Калининграде. Безумные калининградцы, безумные от слова «без ума», должны, конечно же, окончательно разрушить домик Канта, его могилу, снести его памятники и придать его имя Анафеме, потому что они этого имени не заслуживают. Ну, а во всем мире, конечно же, с именем и с наследием Канта ничего не случится. Это имя здесь, в Европе, фактически святое. «Мои дети, например, учатся в технической гимназии имени Канта, и не нужно говорить, что к его имени относятся с особым уважением, потому что его вклад неоценим, потому что та Европа, которую мы имеем сейчас, не была бы ею без трудов великого философа Эммануила Канта». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok